В первую очередь, некоммерческое партнерство призвано убрать лишние звенья посредников, которые делают конечную цену запредельной. Об этой проблеме не понаслышке знает известный в Анапе садовод Владимир Бедарев. У меня вот объем производства вырос, ну, на порядке. А тем не менее, в здравнице я сегодня поставляю в три раза меньше, чем, допустим, в пятницу. Казалось бы, мы должны наши продукции востребовать, но ее с руками должны отхватывать, забирать. И, в принципе, это уже не такой огромный объем у нас производства. Тем не менее, это остается парт в партнерство. То есть, там огромная армия посредников. Их надо исключить. Ассоциация фермеров в Анапе, которая призвана решить вопросы сельхозпредприятий, уже существует. Но в нее имеют право вступать только юридические лица. А физически остаются один на один со своими проблемами. Некоммерческое объединение эту проблему снимает. Преимущество такой организации налицо. Надо думать о том, что сейчас Владимир Александрович Бедарев говорил. Не хотят ни сети торговые, ни здравницы работать с конкретным Гавановым, Петровым, Сидоровым. Потому что мы вспоминаем продукцию, когда у нас помидоры в августе в неделю появились. И мы рвем, кричим, куда их девать. А в октябре-ноябре уже турецкие. А круглосуточные, круглодичные здравницы верят. Давайте нам постоянно, давайте такими партиями распасовывать, когда нам от килограмма и ниже, и так далее, и так далее. То есть что-то нужно делать. Только кооператив. Если раньше, вы помните, у нас был уклон больше на госпроизприятия, на крупное акционерное общество, то мы сейчас в последнее время властные структуры и края, и на местах обращаем внимание, оказываем содействие, максимальное поддержку имеломарным форумом хозяйства. Конкретные цифры привел начальник управления сельского хозяйства Александр Колесников. В прошлом году на долю крестьянско-фермерских хозяйств приходилось 5% произведенного в муниципальном образовании мяса, 20% молока, 15% плода овощной продукции. Если мы 3 года назад получали около миллиона субсидий в год на поддержку малых фондов, то в этом году, вот цифра, да, разница, мы выдали, ввиду 2012 год, мы выдали 16 миллионов денег, 16 миллионов рублей. Мы толкаем, мы предлагаем, вы хотите, санаторий заинтересован, вроде бы все замечательно, и где-то что-то заканчивается. Поэтому некоммерческая организация вам нужна, однозначно. Мы окажем всесторонную поддержку со своей стороны, тем более мысли, понятия и проработки у нас в этом направлении есть. Созданная некоммерческая партнерская организация будет также помогать и юридическим, и физическим лицам в оформлении отчетной документации, консультации по различным вопросам, например, применение яда химикатов и удобрений, приобретение посадочного материала в учебе и повышение квалификации. О необходимости работать сообща, скоординированно говорили многие предприниматели. В настоящее время о вступлении в некоммерческую партнерскую организацию сельхозпроизводители подали заявление уже 14 фермерских хозяйств.